В канун 1 сентября тверские учителя и воспитатели собрались на традиционной педагогической конференции во дворце творчества детей и молодежи, чтобы обсудить векторы развития системы образования в новом учебном году. Подробности далее. Каждый год в конце августа представители управления образования, профсоюзы, директора школ, педагоги, ветераны педагогического труда и молодые специалисты собираются в этом зале, чтобы подвести итоги прошлого учебного года и обменяться опытом, обсудить программы и методики обучения. С 1 сентября во всех образовательных учреждениях Тверской области вводится в ГОС нового поколения. Соответственно, педагогам нужно будет научиться новым методикам, которые сегодня на этой педагогической конференции можно будет обсудить. Коллеги поделятся опытом и, соответственно, педагоги смогут применить этот опыт в своих образовательных учреждениях. С основным докладом о положении в отрасли, ключевых задачах и перспективах развития выступил заместитель начальника управления образования Владимир Маргось. Год был очень насыщенный. В этом году проведены были работы по дальнейшему строительству новой школы в микрорайоне. Южный на 1224 места. Два детских садика на 190 мест. Один по улице Склицково, другой по улице Левитана. Сегодня достаточно большой акцент делается на воспитательную работу. В каждой школе должны действовать школьные музеи, школьные театры. Станет традицией еженедельное поднятие государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации. В работе августовской педконференции приняли участие более 350 руководителей и педагогов организаций, реализующих образовательные программы в городе Твери. А в преддверии 1 сентября к тверским учителям обратился председатель Тверской городской думы Евгений Печуев. От вас зависит очень многое. От вас зависит наше будущее. Мы же все хотим, чтобы наш город процветал, чтобы у нас оставалась молодежь, чтобы она была умная, грамотная, талантливая. Это все зависит от вас. По традиции на конференции чествовали лучших учителей и ветеранов педагогической отрасли, а также приветствовали молодых педагогов, для которых предстоящий учебный год станет первым.